А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 882 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. Начну с радостных новостей. В Тюмени в преддверии дня города приготовили самый большой в мире шашлык. И зарегистрировали все это в местной книге рекордов. Длина составила 438 метров, а результат моментально вошел в историю и был увековечен к книге рекордов России. Далее объявили о раздаче на шарка этих мясных кусочков местным голодным россиянам, которые устроили давку в надежде хоть раз в жизни попробовать, что такое мясо. Все это напомнило мне, как буквально год-два назад в одном из городов России при таком же мероприятии с лопат разъяренной российской толпе раздавали кусочки пиццы. Это было жуткое зрелище. Русские Иваны, давя друг друга, перелезая через головы, хватали с лопат заветную пиццу. Ведь многие россияне видят мясо только в магазинах. Денег на него у них не хватает. А что они едят? Перловку, пшено и другие дешевые продукты. И готовы за кусок мяса удавить друг друга. Но Путин в это время утверждает, что российские граждане больше всех в мире на душу населения в годовом исчислении едят мясо аж 85 килограмм. Ну а накануне наши воздушные силы и добрые дроны атаковали очередную российскую паромную переправу. Называется она Кавказ. Прозвучали оглушительные взрывы. Русское ПВО, как всегда, не работает. Оно спит. Есть прилеты прямо по парому. Он загорелся. Есть человеческие жертвы. Ну а теперь коротко. Домбили ли мы бомбас? И хотел ли Донецк прихода российских освободителей? Донецк не собирался воевать. Он прекрасно с Украиной жил. Друг Гиркина Евгений Скрипник, который вместе с ним начинал войну на Донбассе в 2014 году, признал, что жители Донецка совсем не хотели воевать за отделение от Украины. Да ты что! А русские утверждают, что мы 8 лет домбили бомбас. Там была спокойно такая обстановка. Донецк не собирался сопротивляться. Он прекрасно с Украиной жил. И прекрасно под Украиной вот эти товарищи все там спокойно все выживали. А потери российских войск на фронте в Украине остаются катастрофическими. И за последние сутки еще 1140 российских освободителей больше никогда не вернутся в Россию живыми и здоровыми. А всего с 24 февраля 1922 года с начала войны на территории Украины было ликвидировано 570 120 российских захватчиков.